В Шатуре следователи и суд пытаются разобраться в законности сдачи в аренду земельного участка. Его на 10 лет передали в пользование местному депутату. Но на владение участком теперь также претендует еще один человек, который утверждает, что сделка прошла нечисто, и призывает суд разобраться в этом вопросе. На чьей стороне, правда, ответы в собственном расследовании Максима Селикова. Заместитель главы Шатурского района Вячеслав Кмужичко все же смог ответить на интересующие нас вопросы сразу на камеру. Тема разговора – законность сдачи в аренду земельного участка в районе деревни Митинская. Я сейчас нахожусь непосредственно на той самой земле, которую издали в аренду. Арендатором выступил Василий Тарасов, он входит в местный совет депутатов. Когда-то здесь велась разработка карьеров, однако уже давно эти карьеры превратились вот в такой вот шикарный водоем. Он тоже сейчас находится на арендованной земле. Стоимость которой чуть меньше 11 тысяч рублей в год. И это за 86 гектаров. Если быть точнее, 86,7 гектара. Для местных водоем давно стал любимым местом отдыха и рыбалки. Жители забили тревогу, когда вблизи берега без каких-либо объяснений стали работать экскаваторы. Оказалось, что городские власти, которые должны выдавать разрешение на работу, вообще не в курсе, что кто-то уже начал строительство причала, причем уже на своей земле. Люди начали жаловаться, люди начали звонить. Я лично выезжал на место, разговаривался с коваточком, то, что и так далее. Оказалось, что этот пруд копают по, так сказать, заявке, по просьбе, или будем говорить, на основе, так сказать, липовых документов, которых представил депутат районного совета Тарасов Васильевич. Документы были липовые. Незаконность действий подтверждает и ответ Шатурской городской прокуратуры, которая вела проверку. Вот небольшая цитата из официального ответа. Проверкой установлено, что разрешение на строительство, городостроительный план, проектная документация Тарасовым получены не были, в связи с чем выдача ордера на право производства земляных работ для устройства причала, а затем для устройства водоема для организации прудово-рыбного хозяйства нарушает требования законодательства. Как оказалось, начальника управления строительства, который выдал ордер, уже уволен, но когда именно, нам точно ответить не смогли. И Добряков был уволен, и Воронин был уволен. А как давно? Воронин раньше, а Добряков после него. А если в датах? Ну так, примерно полгода назад, месяц назад. Ну, полгода назад и месяц назад, где-то так. О том, что участок выделили с нарушением закона, прокуратура тоже установила. Предоставление одного и того же земельного участка для строительства претендует несколько лиц, в связи с чем право на заключение договора аренды земельного участка подлежало выставлению на торги. Что выполнено, не было. О том, что власти хотят выделить земельный участок Тарасову, было написано в газете «Ленинская шатура» 20 июня прошлого года. А уже 4 июля в ней же публикуется заявление, что информация недействительна, якобы подпись уволенного Воронина, неправомочна. Было объявление, повторяю, в газете, на которое мы отреагировали. Вторым объявлением, так сказать, вторым объявлением в газете, это первое объявление, дезавуируется. Оказывается, до такой еще было одно объявление. Спецвыпуск. На сайте отыскать тот самый спецвыпуск газеты нам не удалось, но в администрации нам предоставили его копию с информацией о выделении земельного участка. И это заявление осталось в действии. Именно на него и опирались власти. Тираж спецвыпуска составил всего 300 экземпляров. Получить тот же самый участок на выгодных условиях захотела местная бизнес-леди. И после того, как она подала заявление на участие в конкурсе, в газете опровергли информацию об аренде. А через некоторое время, без проведения необходимых торгов, 87 гектаров земли с озером и лесом сдали Тарасову в аренду на 10 лет. Прокуратура предупредила депутата о незаконности его действий. Все работы на данном участке заморозили. Кому в итоге достанется эта огромная территория, покажет время. Максим Селиков, Владимир Петров, Сергей Лопатин. Новости 360.